СПОРТ НОРМА ЖИЗНИ В здоровом теле – здоровый дух. Спорт дарит человеку много плюсов – хорошую фигуру, выносливость и силу, стабильную нервную систему, правильное функционирование организма и многое другое. Еще большую пользу можно получить от занятий на свежем воздухе. Саровчане могут присоединиться к проекту «Спорт в каждый двор» – центров нешкольной работы и заниматься любой физической активностью под наблюдением инструктора. Мои обязанности входят в привлекать подростков, детей к спорту. То есть я могу им показать упражнения, у нас здесь тренажеры есть в наличии, показать, рассказать, исправить их ошибки. Ну, в общем, инструктор для того, чтобы помочь спортсмену начинающему выполнять правильные упражнения. На спортивной площадке 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова есть много тренажеров и снарядов для воркаута. Но не каждый человек знает, как заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. Также на площадках проекта организовывают спортивные игры для детей. Весь инвентарь инструкторы приносят с собой. Мы тут играем в разные игры спортивные. Это и волейбол, и баскетбол, и футбол, и настольный теннис. У нас есть для этого весь инвентарь, мы его приносим с собой, и его используем для этих целей. В общем, разнообразные здесь у нас занятия. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Инструкторы готовы проводить занятия и для пожилых людей. Всех, кто желает приобщиться к спорту, приглашают на площадки по улице Курчатова, 6, Силкина, 20, улица Павлика Морозова, 22-й микрорайон, по улице Куйбышева, 19-1, молодежный центр. Нам скоро дадут помощь. Обычно нам помогают студенты. Ждем с нетерпением, потому что они молодые, зажигательные, они проводят какие-то досуговые мероприятия. Там они и поют, и танцуют, и все делают, что нравится детям. Спортивный комплекс в сквере 22-го микрорайона работает в понедельник, вторник, среду, четверг с 16 до 19. Спортивная игровая площадка на улице Курчатова, 6, вторник, четверг с 10 до 13. Спортивная игровая площадка на улице Силкина, 20, понедельник, среда, с 9 до 12. Занятия бесплатные. Уличная спортивная площадка работает на территории молодежного центра. Профессиональные тренеры проводят там тренировки как для мужчин, так и для женщин. Также на площадке можно обучиться базовым движениям брейкинга. Кардио, стрейчинг, МФР, силовые и функциональные тренировки. На уличной площадке молодежного центра начались занятия с инструкторами. В этом году к работе присоединилась фитнес-тренер Дарья Колина. Она подбирает для человека нагрузку в соответствии с запросами, а также проводит групповые тренировки как для женщин, так и для мужчин. Для девушек тоже есть программы, такие как проработка ягодичных мышц для парней, для взрослых. То есть упражнения на турниках, на брусьях, то есть разные. Есть у нас инвентарь. Молодежный центр выделил нам оборудование необходимое для комфортного занятия. В нашем ассортименте есть гантели, экспандеры, фитнес-резинки, также мячик баскетбольный, волейбольный. Гантели потяжелее, полегче. Сейчас еще обещают провести блины, то есть чтобы можно было что-то поинтереснее, потяжелее давать людям. Тренер проводит тренировки как с дополнительным оборудованием, так и собственным весом. Также на площадку могут прийти дети и пожилые люди. Для них тоже предусмотрена отдельная программа. Если у вас есть травмы, инструктор это учтет и даст индивидуальные рекомендации. Работаю я, получается, два с половиной часа. В пять часов я начинаю выносить оборудование и уже тренировки с 5.30 до 8. Но если задержимся, то, я думаю, летом будем задерживаться, ничего страшного, до полдевятого, например. Инструктор Дарья Колина работает на площадке каждый понедельник, среду, четверг и пятницу. По субботам с 16 до 19 часов базовые движения брейкинга, хип-хопа, а также общефизические упражнения дает Антон Козлов. Занятия на площадке молодежного центра будут проходить в течение всего лета. Всех желающих провести время с пользой ждут по адресу улица Куйбышева, 19-1, вход со двора. Езда на велосипеде – популярный вид физической активности во всем мире. У велоспорта есть много достоинств, которые мотивируют вас садиться на байк чуть ли не каждый день. Начать кататься на велосипеде может стать лучшим решением в вашей жизни. Это поправит здоровье, поможет сэкономить время и деньги, а также улучшит социальную жизнь и принесет много пользы. Езда на велосипеде – очень популярный вид физической активности во всем мире. У езды на велосипеде есть много достоинств, которые мотивируют вас садиться на байк чуть ли не каждый день. Велоспорт укрепляет нервную систему. Из-за стремительного темпа современной жизни многие люди имеют проблемы с психическим здоровьем и борются со стрессом. Исследование 2019 года, проведенное в Великобритании, показывает, что катание на велосипеде положительно влияет на когнитивные функции и психическое благополучие. Когда вы катаетесь на велосипеде, то проводите больше времени на улице. Испытывайте новые эмоции, общайтесь с разными людьми и получайте больше солнечного света – витамина D. Кроме того, катание в одиночку – это своего рода форма медитации, которая позволяет вам собраться с духом и мыслить позитивно. Велоспорт повышает концентрацию внимания и сосредоточенность. Каждый, кто хоть раз прокатился на велосипеде, наверняка почувствовал, как рассеивается мозговой туман, улучшается концентрация и сосредоточенность. Велопрогулка улучшит ваше душевное состояние. Езда на велосипеде увеличивает приток крови к мозгу. Клетки получают свежий кислород. Это позволяет регенерации нейронных рецепторов, что поддерживает работу мозга. Физическая активность может помочь вам избежать слабоумия и болезни Альцгеймера. Поэтому, если хотите лучше учиться в школе или быть более эффективными на работе, стать более продуктивными и улучшить свою память, катайтесь на велосипеде регулярно. Езда на велосипеде отлично подходит для похудения. Если ведете борьбу с лишним весом, то езда на велосипеде – прекрасный способ добиться прогресса в этом деле. Несмотря на то, что велопоездки – это малотравматичное занятие, они все равно сжигают немало калорий. Если ваш индекс массы тела сильно повышен, то бег – не лучшая идея, так как колени будут страдать. А вот при езде на велосипеде такого риска нет. Независимо от веса, вы абсолютно точно сможете проезжать на велосипеде хотя бы по 10-20 минут в день, что увеличит выносливость и продолжительность поездок. Через некоторое время у вас будет возможность кататься значительно дольше в спокойном темпе, и именно в таком случае происходит значительное снижение калорий. Через некоторое время у вас будет возможность кататься значительно дольше в спокойном темпе, и именно в таком случае происходит значительное сжигание калорий. Велопрогулки развивают мышцы. Езда на байке поможет нарастить мышцы в нижней части тела – икры, квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и бедра, а также укрепить пресс, нижнюю часть спины и руки. Это все части тела, которые активно работают во время велопрогулок. Если хотите добиться максимального прироста мышечной массы, обязательно преодолевайте как можно больше холмов. Велоспорт улучшает баланс, координацию и осанку. Катание на велосипеде требует от вас способности хорошо удерживать равновесие. Когда только начинаете кататься на байке, вам может быть непросто ездить по прямой, а движения могут быть хаотичными. Чем больше будете находить времени для катания, тем быстрее освоитесь. Это означает, что улучшится общий баланс и координация, особенно при ходьбе или беге. При регулярных катаниях на велосипеде улучшается качество сна. Плохой сон – одна из злободневных проблем, беспокоящая многих людей. Зачастую это является прямым следствием стресса, экранового времени и одержимости социальными сетями. Однако велосипедисты могут спать лучше, чем другие люди. Велопрогулки также уменьшают стресс и тревогу, которые негативно влияют на качество сна. Велосипед снижает риски рака и сердечных заболеваний. Все виды физических упражнений помогают снизить риск развития различных видов онкологии, включая рак кишечника и рак груди. Катание на велосипеде может облегчить побочные эффекты лечения рака, такие как усталость, плохой сон, снижение аппетита, а также улучшить общее качество жизни. Велопрогулки также поддерживают здоровье сердца, так как работает сама мышца и кровь активно циркулируют по телу. Регулярно катаясь на велосипеде, вы также снизите вероятность ожирения и уменьшите уровень плохого холестерина. Велосипед заменит вредные привычки. Избавиться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь или нездоровая пища, очень трудно. Если вы хотите бросить курить или пить, купите велосипед и начните кататься. Придумайте несколько целей, которые вы хотите достичь, и когда у вас возникнет желание закурить или выпить, напомните себе, что это помешает достижению ваших целей на велосипеде. Езда на велосипеде укрепляет иммунную систему. Поскольку езда на велосипеде – это занятие на свежем воздухе, то преимущество для иммунной системы даже выше, чем у других видов занятий, которые проводятся в помещении. Езда на велосипеде побуждает вас проводить больше времени на улице и на солнце, что имеет огромные преимущества для укрепления вашей иммунной системы. Велопрогулки помогают бороться с депрессией. Физические упражнения в целом оказывают положительное влияние на психическое состояние. Но катание на велосипеде имеет дополнительные преимущества. Вы проводите время на свежем воздухе, что не может не радовать. Велосипедные прогулки полезны для здоровья, так как они способствуют выделению таких химических веществ, как допамин, эндорфин и серотонин, которые способны поднять настроение. Чтобы получить максимальную пользу для настроения, не обязательно проводить много времени в седле. Нескольких 30-минутных поездок каждую неделю вполне достаточно, чтобы поднять настроение. Велоспорт – отличная возможность завести новые знакомства. Одним из самых больших преимуществ в велопоездах является то, что вы можете кататься в одиночку, с друзьями, с семьей или в большой группе. Если хотите познакомиться с новыми людьми, то велоспорт – это отличная возможность. Существуют целые клубы велосипедистов, в которые можно вступить и общаться с единомышленниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова